В результате распада Советского Союза Российская Федерация потеряла десятки тысяч своих исконных территорий. И что вы предлагаете сейчас? Начать всё делить сначала? Вернуть нам Крым, часть территорий других республик бывшего Советского Союза и так далее? Давайте Клайпеду вернём нам тогда. Давайте сейчас начнём всё делить в Европе. Вы этого хотите? Я не представляю себе своей собственной страны в отрыве от Европы и от так называемого, как мы часто говорим, цивилизованного мира. С трудом представляю себе и НАТО в качестве врага. Вы понимаете, дело в том, что мы не относимся к НАТО как враждебной организации. Конечно, нет. Что следующим конфликтом может быть Украина, а именно Крым и Севастополь как база российского военно-морского флота. Является ли Крым и Севастополь такой целью для России? Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и в общем наши переговоры по границе. Речь идёт о демаркации, но это же технические дела. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдаёт провокационным смыслом. Да не дай бог. А как вы себе это представляете? Значит, почему нельзя возвращать Крым? А почему Крым? Почему не Финляндию? Финляндию отдал Владимир Ильич Ленин. Она тоже была наша. А почему не Польшу? Она перешла после раздела, который был. А почему не Среднеазиатские республики, Грузию и Армения? Почему мы согласились с разделом 1991 года? Ну, давайте вообще себе соберём Русскую империю в границах, скажем, 1905 года. С какого момента истории мы будем считать, что можно, что нельзя? Вот какой момент мы устанавливаем? Если мы говорим, мы устанавливаем момент, когда был Хрущёв, почему Хрущёв? Почему не другие? Это же основной вопрос, который всегда возникает. Когда мы говорим, а вот давайте Хрущёв отдал, мы присоединим, но Хрущёв же отдал абсолютно легитимно. Были законодательные акты. Он это сделал на основании определённых документов. Если мы вдруг говорим, это значит война. Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok